Радио Болтком Добрый день всем, кто нас слушает. В эфире программа «Зеленая лампа» – благотворительная программа, которая помогает людям, попавшим в беду. Это последний наш выпуск в этом году, предновогодний. Напомним, что программа наша устроена таким образом. Мы сотрудничаем с благотворительным фондом «Би Оупен», и в рамках акции «День добрых дел» на Радио Болтком туда обращаются люди, которым нужна помощь. Как правило, это семьи с больными детками. В фонде оформляются юридические и финансовые документы, проверяется вся ситуация. Мы готовим публикацию. Публикацию о наших героях можно прочитать на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Если пролистать вниз, там прямо вот с портретами все наши герои. И по вторникам в эфир выходят наши программы. Каждый раз мы приглашаем гостя, который помогает нам зажигать нашу «Зеленую лампу». Мы беседуем с этим гостем о его творчестве, о жизненных ценностях, принципах. И сегодня гость нашей программы. Мы думали, программа все-таки предновогодняя, и хотелось как-то вот всех чем-то порадовать. И мы нашли специального новогоднего гостя. Это Александр Румянцев, известный, заслуженный артист латвийского балета, педагог, хореограф. В принципе, легенда нашего балета, он считается признан лучшим принцем и ториадором латвийского балета. Серьезный человек, лауреат Ордена Трех Звезд. Но самое интересное, что у него день рождения 31 декабря. Здравствуйте, Александр. Ну что, добрый день. Добрый день. Мы вас тоже поздравляем с наступающим Новым Годом и с наступающим Днем Рождения. Будем сегодня об этом всем подробно беседовать. И на этой неделе у нас очень трогательная история. Опять же, отсылаю вас на сайт mixnews.lv в рубрику «Зеленая лампа». Мы помогаем семье с двумя тяжелобольными лежачими дочками Николь и Ванесса Комиссаровы. Это действительно удивительные родители, которые совершают ежедневный подвиг. Ванессе 6 лет, Николь 12. И вот знаете, мы можем сделать им новогодний подарок. Особенно вот этой маме. Мама Марина. Представьте, что такое дети, которым требуется палеотивный уход. Это они все время у вас на руках, да, должны быть. Вы все время таскаете их. Девочки такие слабенькие, что они не могут, не говорят, не ходят. И даже в инвалидном кресле они так лишь полулежа. И мышцы расслаблены, как тряпочки такие, да. И с позвоночником там беда и проблема. И огромная проблема элементарно их вымыть. И вот совместно с фондом Be Open родители нашли такое специальное устройство, приспособление медицинское для палеотивного ухода. Оформили документы, открыли специальный счет. И вот наша акция посвящена помощи этой чудесной семье. И мы приглашаем вас сделать звонок 9306384, чтобы помочь замечательной семье Комиссаровых. Вот. А гость в студии, напоминаю, у нас Александр Румянцев. Веду эфир я, Ольга Авдевич. И, Александр, вот раз вы у нас в качестве новогоднего гостя, да, и учитывая, что у вас день рождения 31 декабря, оно плавно перетекает в новогоднее утро. Как это вообще, вот когда вместо двух праздников, у всех два праздника, день рождения и Новый год, главный в году, а у вас один, каково это? Ну, после того, как вы рассказали про этих вот двух девочек, про маму, которая в этих условиях не бросила своих детей, мне как-то очень трудно перейти сразу, так сказать, да. То есть я как-то проникся всем этим делом. Мы артисты, люди, сочувствующие, переживающие. И поэтому, ну, наверное, мы просто, в общем-то, ну, все, кто может помочь, мы просто обязаны помочь этой маме. Потому что на сегодняшний день, когда действительно много человеческого потеряно, а вот родители находят в себе силы, в общем-то, да, не бросить этих детей, как сейчас обычно, а продолжать делать то, что они делают, то есть оставаться родителями и любить своих детей. Вы знаете, ну, это дорогого стоит, и мы просто обязаны им помочь. Поэтому, пожалуйста, уважаемые зрители, читатели, в общем, все, кто слышит нас, пожалуйста, помогите. Они действительно заслужили этого новостного подробного. А вам спасибо за то, что вы сделаете возможным вот то, о чем вы только что говорили. Вот так как-то хотелось бы сказать. Надеюсь, что мне слышно. Да, слышно. Но все же мы, наша задача такая, задавать позитивный вектор, да, не плакаться, не выжимать слезу и жалость, да. Да, это жизнь, жизнь идет, да. И родители Роман и Марина сейчас нас слушают, и у них тоже предновогоднее настроение. Они нам прислали фотографии, как они украсили квартиру для девочек, чтобы им было очень, ну как, чтобы у них тоже было предновогоднее настроение. Поэтому мы переходим все-таки к новогодним историям. Прекрасно. Ну, давайте, с чего вы хотите, так сказать, в общем, услышать? Какие бывают новогодние истории у артистов балета, которые родились 31 декабря? Ну, да. Ну, во-первых, 31 декабря, когда ты ребенком, то начинают как бы тебя поздравлять, потом, естественно, все забывают о том, что у тебя день рождения, все переходы к празднованию Нового года, и ты остаешься несколько в стороне, и это обидно. Ну, вот как-то так, не очень весело, да. Но это факт. А какой день рождения запомнился вам особенно новогодний? Ну, детский, наверное, так не могу, в общем-то, в принципе, вспомнить, чтобы оно особенно запомнилось. Хотя, как бы, если вы помните, в те времена, ну, сейчас у нас вообще мы не можем никуда толком выйти, а в то время каждое предприятие, оно, в общем-то, организовывало для детей, своих сотрудников, свои елки. И поэтому те, кто имел еще и друзей на других предприятиях, вот это можно было целую неделю ходить с одной елки на другую и каждый раз получать подарки. Может быть, это не имеет отношения к моему дневрождению, но зато подарков было очень много. И были вразложены, ну, как бы, так сказать, на каждом предприятии все это действительно было. Вот это я помню. А, кстати, и, кстати, подарки, в общем-то, были нехитрые. Там пару мандаринов, какие-то конфеты, но они доставляли такую радость. Сейчас все как-то по-другому, да, все более доступно. И такой подарок даже, может, кого-то и не порадует. А мы очень радовались. Мы действительно очень радовались этим мандарином. А мандарин – это вообще запах нашего Нового года. Так что здесь это действительно факт. Так что это, если говорить о детских спектаклях. Ну, наверное, вот еще Новый год можно вспомнить, если вот так вспоминать действительно, то это получается так. Во-первых, в «Щелкунчике» у нас есть такой замечательный балет. Наверное, вы наверняка задали бы вопрос про «Щелкунчик». Потому что, конечно, у миллионов людей по всему миру Новый год ассоциируется с музыкой «Щелкунчика», с образом из «Щелкунчика». А для вас, Александр, это работа была на Новый год. Понимаете, самое смешное, что эта работа начиналась еще с ранних… Сейчас даже скажу. По-моему, с третьего класса балетной школы мы уже участвовали в «Балетичьем кончиком». То есть принимали участие. Мы были сначала детьми, которых приводили родители на праздник. Потом мы были солдатиками, мышами, крысами. То есть всеми животными небольшими, которые в этом воспитателье разыгрывались. То есть мы имели огромную, большую практику участвовать вместе со взрослыми людьми в этом «Тайн-сайне». А начинали вы тогда с мышей? Начинали мы тогда сначала с детей. Были дети, которых приводят на праздник в первом акте, если помните. Там приходят все-все с детьми, все поздравляют. И Машечка тоже была, вы помните, да? Она была тоже ребенком. И у нас там были замечательные такие артисты, как Барышников, Готухов. Они были там тоже такими маленькими щелкунчиками. Потому что щелкунчик сначала был ребенком, но только потом превращался в взрослого юношу, который танцевал дальше вместе с Марией, тоже выросший. Все ПДД и все эти замечательные танцы, которые у нас там есть. А сначала это все было детское. И там были младшие классы, были маленькими мышками, большие уже превращались в крысок. В то же время были мальчики-солдатики, потом были... То есть там было очень много ролей для детей, в которых мы как бы потихонечку росли, начиная с маленьких ролей и вырастали до больших. Так что вот это, если говорить о воспоминаниях, и причем учитывая еще одно, наверное, вот кто-то уже и не помнит, что последний спектакль был 31 декабря в 16 часов. Это был обязательно щелкунчик. То есть в 16, для того, чтобы люди успели потом переодеться и доехать, и встретить Новый год. И дети все участвовали в этом спектакле. Ну и на этот спектакль билетов достать было практически невозможно, и нужно было очень-очень заранее беспокоиться. Конечно, но спектаклей было намного больше, чем сейчас. Поверьте мне, когда я смотрю наше расписание, это было просто огромное количество спектаклей, главина. А учитывая, что щелкунчики пользовались невероятной популярностью, то всю последнюю неделю перед Новым годом они у нас регулярно шли. То есть мы пытались наших маленьких зрителей и их родителей как-то насытить этим замечательным спектаклем, этим замечательным, сказочным, чудным новогодним, так сказать, спектаклем. А вот есть какой-то особенно любимый или трогательный лично для вас момент в этом спектакле? Вы знаете, во-первых, когда я танцевал, скажем, Дроссель Мейера, есть там такая роль, в общем-то я попытался, но это вообще отдельная история, почему артист может сделать какую-то попытку чуть-чуть поменять спектакль и подтянуть его на себя, когда ему дают такую возможность. То вот этот Дроссель Мейер, он был связующим звеном всего, что происходило. То есть я попытался сделать из себя того сказочника, который рассказывает всю эту историю для вас, зрителей, с помощью тех артистов, всех тех персонажей, которые там как бы на сцене есть. И мне, я думаю, в общем-то это удавалось. Мне было так приятно это было, когда вот кончается спектакль, там такая трогательная сцена есть. То есть Машечка просыпается и не может понять, либо это был сон, либо это была явь, потому что было какое-то новогоднее такое рождественское строение. И в этот момент я стою за ее спиной и как бы говорю зрителям, только не рассказывайте ей о том, что это был сон. Пусть это будет. И мне казалось, что мне это удавалось. Для меня это было очень важно, так сказать. Для меня это было просто необходимо для того, чтобы донести до зрителя вот это таинство. Это то, что дети остаются детьми всегда, и для них сказка, она всегда присутствует. Вот как-то так. Александр, а у вас своя хореографическая студия, студия Александра Румянцева. А как там вы готовите для детей Новый год? Как у вас проходят елки? Ну вот, наверное, это печальная весть. Именно вот в этом году у нас елка не проходит, как вы понимаете, с теми всеми событиями. А так на протяжении долгих лет я был в образе как бы и ведущего вместе со своей супругой, а потом переодевался в Деда Мороза, пытался замаскироваться, чтобы не было. Иначе каждый наш концерт заканчивался выходом веселого, замечательного Деда Мороза с огромным мешком подарков и сияющие глаза детей. То есть каждый раз это было просто, ну, каждый раз по-новому с одной стороны, а с другой стороны все как бы так же, только меняются дети, а эмоции были все те же радостные, веселые, ожидаемые, подарков, чудо и так далее. Когда на тебя смотрят, пытаются угадать, это кто у нас тут, это Александр Иванович или это Дед Мороз все-таки? Эти глаза, которые верят и не верят, это так интересно вообще. Как-то вот так. А вы не раскрывали? Ну, в общем-то, раскрывали, да. Мы, я знаю, кто вы, вы Александр Иванович, я ладжи. Я говорю, что это вы, что остальные же не узнают, посмотри, вот это пришло, ты все рассказываешь. Была, кстати, очень интересная такая история, когда один ребенок ко мне подошел и сказал, вот Александр Иванович, а я знаю, что это вы. Я говорю, ну, и что будем дальше делать с этим? А я знаю, почему вы надели костюм Деда Мороза. Я говорю, правда? Ну, а почему? Ну, потому что настоящий Дед Мороз, он не может всех детей поздравить, потому что он один. Понимаете, он просто не успеет. Какие умные дети у нас, да? И тогда он обращается к тем или к таким взрослым, которые могут ему помочь. И вот тогда вы делаете то вместо него, и это замечательно. И вы знаете, Оль, я вообще в принципе как бы был удивлен, насколько был найден ответ, почему Александр Иванович у нас Дед Мороз. Добрый и мудрый ответ. А вообще, если смотреть на разные поколения детей, перед вами, в общем-то, за это время прошли разные дети, как-то меняются дети, вот современные дети, они отличаются от тех, которые были, скажем, сколько-то лет назад? Ой, ну, хочется сказать, хорошо, дети, они всегда остаются детьми, но, наверное, вот, наверное, вот в силу поменявшихся жизненных обстоятельств, да, дети как-то меньше получают любви. Вот у меня такое впечатление, вы знаете, такое вот сложилось, что родители откупаются хорошими подарками, не знаю, айфонами, компьютерами, да, и вместо того, чтобы сидеть с детьми, читать сказки, объяснять им, лепить, я не знаю, снеговиков, кататься на санках, да, они как бы отходят немножко в сторону, сами в компьютеры, дети в компьютере, да, и вот они уже становятся не такими вот детьми, как были наши, которые у вас загорались, которые были способны на какие-то неожиданные действия, которые ты им предлагаешь. Теперь как-то вот такая вещь, и это еще видно было, может быть, и из-за того, что когда вот дети приходят в студию, да, они стремятся тебя обнять, как-то выразить свою любовь, вот невероятно, это вкладывается впечатление, что им как бы не хватает вот этого выброса, вот этого любви. И я всегда говорил вот такую фразу, я скажу, уважаемые родители, бабушки, вы знаете, дети дают нам столько любви, что мне кажется иногда, что вы чуть-чуть не додаете им, да, потому что они выбрасывают на меня, который как бы вот такой вот, ну, человек, который любит детей, любит вообще веселиться, то есть я такой креативный такой, в общем-то, мужчина, вот, и просто умолял, говорю, уделяйте им больше внимания, прижимайте их себе, говорите им о любви, будьте с ними больше времени, уделяйте им. И вот сейчас я призываю точно так же, пожалуйста, все, кто меня слышит, я думаю, слышат сейчас очень много людей, пожалуйста, не откупайтесь от детей, подаривайте их свои, бросьте в другой раз свой компьютер и придите, посидите с ребенком, поиграйте с ним, во что угодно, только просто побудьте с ним. Это мой новогодний пожелание такое. Вы знаете, очень интересно в этом смысле наша сегодняшняя история про семью, которой посвящена наша программа, и всю неделю наш благотворительный телефон будет работать для них. Если вы откроете нашу публикацию на сайте MixNews.ru, в нашей рубрике «Зеленая лампа», там вы увидите фотографии. И это удивительно, сколько в этих фотографиях любви, как эти родители любят этих девочек. Девочки, ну как, очень тяжелые. То есть там даже на фотографиях видно, что это очень тяжелая ситуация. И то есть как это мама и папа это выдерживают. Вот со стороны это нам даже представить невозможно. Но на всех фотографиях, они вот, как вы сказали, Александр, они их прижимают, они их обнимают, они смеются, они улыбаются. И вот мама Марина, мы ее спросили, ну а что вам вообще помогает, что вам дает как-то силы? Она говорит, что когда девчонки улыбаются, а им нравится, когда я улыбаюсь. Она говорит, у меня нет другого выхода. Хотя сейчас вот старшей девочке уже 12 лет, и она говорит, что с 12 лет я моложе не стала. И, конечно, вот эта проблема со спиной возникла. И от стресса первый раз, она говорит, на меня напала паническая атака. Я не знала, что это такое. Но он говорит, я должна держать себя в руках. Я должна быть рядом с детьми, потому что, ну просто нет другого выхода. И там такая, знаете, прям драматическая история для целого сериала. Потому что когда родилась старшая девочка, сразу было понятно, что там что-то не так. Там рассеченное небо, делали какую-то операцию. Потом в год поставили диагноз ДЦП. Ну, это не объясняло вообще эту патологию генетическую. Отправляли анализы генетические в Германию. Здесь разные тесты генетические делали. Ну вот ничего не могли выяснить и объяснить, что и почему. И только через 6 лет родители решились на вторую девочку. Консультировались с врачами, прошли все тесты, все в порядке. И был такой момент, что маме сказали, на определенном этапе, на определенном сроке беременности делается специальное УЗИ, которое контролирует вот эту ситуацию. И если там увидят, что что-то не так, то от ребенка надо будет избавляться. И представьте, с каким чувством шла эта мама на это УЗИ. А потом УЗИ показало, что все в порядке. У нее груз упал с плечи, она вздохнула свободно. И они с надеждой стали ждать появления этой второй девочки, потому что родители решили, что это будет сестричка, которая сможет потом заботиться об этой вот младшей, у которой вот этот непонятный диагноз, это жуткая инвалидность. И когда девочка родилась, и маме принесли ее кормить, и она ее взяла в руки, и она увидела, что точно такая же история, как с первой. И вот в этот момент шок, который пережила эта мама, это, конечно, очень сложно представить. Причем, когда появилась первая девочка, окружение, даже знакомые, которые, в общем-то, желали семье добра, они говорили, ребята, ну вы видите, что это брак, да? Все, бросьте, рожайте второго. Вот. Они никому не бросили, они очень любят старшую. И они родили вторую. Ванессе сейчас 6 лет, да? И они прошли всю эту историю по второму кругу. Вот. И чем мы можем помочь этой семье? Это какой-то такой, ну как, они не считают, что это крест. Они считают, что это такое испытание любви. Вот. Бог дал этих детей, их надо любить. И на всех фотографиях мама улыбается, папа улыбается. В общем, очень чудесная, замечательная семья. И сейчас просто вот мама мечтает. Именно вот это мамина новогодняя мечта. Вот кто-то мечтает там духи дорогие получить, кто-то какие-то там еще подарочные свои идеи осуществить. А у нее вот это вот медицинское вспомогательное устройство для палеотивного ухода за лежачими и тяжело больными людьми, чтобы этим облегчить немножечко жизнь этой семьи. Поэтому просим вас просто взять и набрать номер телефона 9300-6384 и послать свой 1 евро 42 цента с помощью действительно хорошей семьи. Вот. Ну, не хотим мы, чтобы это все звучало грустно, потому что действительно семья с огромным чувством юмора. Они с долей иронии относятся к своим каким-то таким вот бытовым проблемам и просто вот живут жизнь и преодолевают ее. И сейчас у нас будет маленький перерыв. Буквально на полторы-две минутки на рекламу. Оставайтесь с нами и продолжим после перерыва. День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. В эфире программа «Зеленая лампа». Продолжаем наш разговор с нашим гостем. И наш гость сегодня – артист балета Александр Румянцев, педагог, хореограф, лауреат Ордена трех звезд и человек, у которого день рождения 31 декабря. И мы остановились на разговоре о детях. Александр, у вас в вашей хореографической студии перед вами проходит много разных детей. И вот что вы считаете главным в воспитании? Какие вот качества неотрывны от профессионального роста? И какие вот просто человеческие должны быть… На что нам надо обращать внимание? Вот ваш педагогический опыт. Ну, ничего. У артиста балета вы спрашиваете, как нужно воспитывать детей. Нормально вообще. Мы спрашиваем у руководителя хореографической студии Александра Румянцева. Так, ну, если мы будем смотреть с высоты моего хореографического опыта, то, наверное, воспитание, оно всегда начиналось с семьи. То есть, в первую очередь, если в семье условия для ребенка созданы такие, что он видит, как живут родители, что это все происходит правдиво, что все откровенно, что все очень, как бы, так сказать, видимо, и любовь присутствует в этой семье, то тогда ребенок воспитывается именно вот в этих условиях, и он в дальнейшем как бы повторит то, что он видит в своей семье. Если этого нет, ну, значит, в принципе, он будет искать сам, а что он найдет, это будут большие, огромные вопросы. Это мне так кажется. Вы спрашиваете именно меня. То есть, я тогда смеюсь всегда, что говорю, что, господи, говорю, что как пример можно взять, наверное, еврейскую маму, которая для своего ребенка делает абсолютно все, что она может. То есть, она создает ему базу, он максимально получает то, что он должен получать, но без баловства, и в то же время его готовят к жизни. По-видимому, надо, в общем-то, брать этот замечательный пример, что я, в общем-то, в принципе, делаю в своей семье, своей дочерью. То есть, максимально дать ребенку, не балуя его, для того, чтобы он был подготовлен к жизни. Плюс ко всему, он должен видеть, откуда берутся деньги, как стирается белье, как моется посуда, как решаются проблемы, которые возникают в семье. Если они возникают, они возникают регулярно. И таким образом ребенок как бы становится взрослым. Он становится частью семьи, не просто где-то, как бегающий ребенок, а он тот, кто вместе с родителями слышит о том, как происходит и как решается то, что должно быть решаться. И таким образом, в моем понятии, ребенок, он как бы растет и впитывает в себя совершенно спокойно, ежедневно то, как ему придется жить в дальнейшем и воспитывать собственных детей. Ну, было ли похоже на то, что рассказана новая история поможет детям? Ну, я надеюсь, что это так. Вот Новый год – это всегда какая-то граница временная. Да, мы подводим итоги, да, мы строим какие-то планы, формулируем свои намерения и желания. У вас был такой балет Артура Маскаца «Время», который так и назывался «Время». Я хочу сказать, извините, я вас перебью. Это был проект этого, такого балета. То есть действительно писалась музыка, писалось все это. Но он не дошел до сценического воплощения, к сожалению. Но вы погрузились в тему тогда. Да, тема такая была. И размышляли на эту тему. Вот ваши мысли о времени. Ну, в общем-то, в принципе, самая по себе тема, это «Возьми планеты балета». Именно потому, что мы много размышляли о том, как время существует в наших головах. То есть, например, само по себе время, оно просто идет, вот мы слышим, что они чик-тик-тик, оно равномерно. А время для людей в разных ситуациях, оно бежит по-разному. Вот мы сейчас с вами находимся в этой передаче, мы не успеем моркнуть глазом, как она закончится. А, в общем-то, время достаточно много. И в то же время, когда мы с вами сидим на станции или в аэропорту и ждем самолета, который все время откладывается, время просто останавливается. То есть мы сидим, мы понимаем, ты поглядываешь на часы, господи, да уже вроде сколько времени прошло, а на самом деле какая-то минута. То есть время растягивается. В нашей голове время смотрится. И вот этот валют, он как раз будет думан о том, что женщина, которая ждет своего любимого, ну пусть из космоса, войны, из заплыва, скажем, от зарыва, далеко на полмесяца, то есть, в общем-то, на месяц, на полгода, как раньше уходили, и у нас мы риквы. Для нее время течет очень-очень. А время, когда я стремлюсь, когда я бегу, когда у меня есть огромная цель, оно просто горает. За спиной ты должен вот это сделать. Вот об этом, собственно, был балет. Кстати, музыка Маска с Атамом Артуром была написана замечательно. И когда балет не сложился, то он из этих мелодий, которые были им написаны, у него произошло несколько замечательных произведений. Я их сам слышал, мне вообще очень нравится. Так что вот как-то о времени у нас так. Год проходит, год очень тяжелый, и он шел как-то долго. Действительно, мучительно, но будем надеяться, что все-таки в следующем году все это изменится, и время побежит так, как оно должно бежать. Радостное, хорошее, как ручеек висеть. Ну вот, а если говорить о времени, о последней неделе, то сейчас мы вам расскажем итоги сбора средств для маленького, восьмилетнего, незрячего мальчика, Эвертса Залонса, которому мы помогали на прошлой неделе, и к счету помощи которому был подключен наш благотворительный телефон. Спасибо всем огромное. Для Эвертса собрано 2692 евро. Это на 92 евро больше даже, чем сумма, заявленная в проекте, и это значит, что он может получить три или четыре, три с половиной дополнительные процедуры. Ему нужна очень специальная терапия. Тоже замечательная молодая семья передает всем огромное спасибо. И еще, в прошлой программе у нас гостем был архиепископ Рижской католической, Латвийской католической церкви, и мы так увлеклись с ним беседой о Рождестве, что не озвучили итоги предыдущей недели. И наши радиослушатели сделали нам выговор. Поэтому мы извиняемся и исправляемся. Речь идет об Эльвире Эрлецкой. Это рижская известная достаточно продюсер, с которой случилась беда, и у нее онкологический диагноз, с которым здесь, в Латвии, не знают уже, как бороться, потому что по нашему протоколу нет уже дополнительных каких-то средств. и по счастливому стечению обстоятельств вышло таким образом, что израильская клиника Шеба в Тель-Авиве смогла включить ее в экспериментальный курс исследовательский. Именно конкретно по этому диагнозу. И Эльвира вчера села в самолет и улетела. Очень трогательно. Можете зайти к нам на страничку в Фейсбуке «Зеленая лампа». Перед тем, как зайти в аэропорт, Эльвира сняла видео, в котором благодарит всех, кто откликнулся, благодаря кому вот эта вот ее поездка в клинику в Израиль стала возможна. И она передает низкий поклон. И на этом видео, на этих словах она реально низко кланяется и плачет. То есть со слезами на глазах. А сегодня буквально несколько часов назад она сообщила, значит, уже прислала фотографии, как встречают путников в Израиле. На автобусе отправляют в карантинную гостиницу. В гостиничном номере три раза кормят. Очень внимательно к вам относятся. и это все за счет израильского государства. То есть сейчас она вот поступила на карантин. Ее все анализы и документы в клинике. Дело двигается. И на данный момент собрано 10245 евро. А надо собрать еще 9000 долларов. Или это 7350 евро. Сбор средств продолжается. на первый вот этот вводный курс мы уже собрали. Дальше значит мы очень надеемся, что те, кто интересовался, как дела у Эльвиры, пожалуйста, тоже на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа» есть публикация, где указаны реквизиты, на которые можно перечислить деньги и помочь ей. И очень надеемся, что все будет хорошо, потому что у нее дочка, двое маленьких внуков. Один из них родился буквально недавно. Все надеются на лучшее. Мы тоже желаем ей здоровья. Гость в студии артист балета Александр Румянцев. Александр, вот по признанию любителей балета наших латвийских, вы считаетесь лучшим принцем нашего балета. А какой принц вам наиболее симпатичен вообще из всех вот этих перетанцованных образов? Ну, думаю, Лебединое озеро, наверное, как-то больше по душе было. Там романтика была больше и трагизма была больше. Нет, ну, конечно, Петр Ильич Чайковский, он сделал так, что у нас целых три принца, да, и все под его музыку, ну, наверное, Лебединое озеро среди всех его трех спектаклей, оно наиболее было близко. А в вашей биографии были вообще такие легендарные, ну, знаковые, легендарные моменты, связанные с такими постановками, которые вошли в историю балета. Вот, вы работали с Эйфманом. Как вам работалось с Эйфманом? Вот, расскажите, какой опыт вы вынесли? Это удивительное дело. Ну, Эйфман, это, конечно, даже в то время, когда мы с ним встретились, когда он был еще молод, он был невероятно талантлив, и потрясением для меня было то, что он закончил балетную школу, он сам не танцевал, поскольку данных у него танцевальных было не так много, он не достиг бы там большего, то есть больших высот, и поэтому пошел в хореографию, и когда я его лично спрашивал, говорю, если бы ты выбирал между хореографией и танцами как таковыми, он говорит, я бы, конечно, танцевал, но мне не тонул, говорит, танцевать, поэтому я вынужден заниматься хореографией, это было первое. И второе, я почему говорю об этом, потому как он же показывал нам все это, он показывал один, он приезжал, у него тогда не было репетиторов, он был начинающий молодой хореограф, и он вынужден показывать было все, и он показывал и кардебалету, и солистам, и солистам, девочкам, солистам, мальчикам, мужчинам, женщинам, показывал изо всех, но он показывал так, что мы, будучи, в общем-то, приличными танцовщиками, хоть и молодыми, по-моему, никто из нас не сделал так, как он делал, делал сам, показывая, то есть мы не достигли вот тех высот нюансов, которые делал, обидно было, ужасно, у нас даже был один танцовщик, очень хороший, который вот от ощущения того, что он не может сделать то, что от него просит, и что делает Тейфман, он залезал под рояль, и там скучал, то есть он выражал таким образом свое вот это вот отчаяние, что у него просто не получается сделать так, как это показывает Тейфман, то есть Тейфман это гений, это разговор, я просто еще закончу сейчас, когда его спросили, а что такое хореография, и он ответил, хореография, это ответ, «Тело настрадание духа», вы просто вздумайтесь о том, это ответ, «Тело настрадание духа», гея, вот так я и закончу по поводу, так сказать, или буду на ваш вопрос о Борисе Ивановне, мы видели все его спектакли, там действительно все время присутствует страдание духа, и кстати, ваша передача, тоже очень много этого, то есть очень много в этом, так, этого страдания у вас присутствует, я даже не знаю, как вы вот можете все вот то, куда вы, с чем вы сталкиваетесь, как вы это переживаете? А вы знаете, часто задают вопрос нам, как такие сложные истории, это же какое выгорание, здесь онкология, здесь креативные какие-то вещи, я лично отвечаю таким образом, что я очень рада, что у нас есть возможность знакомиться с этими семьями, видеть этих людей, потому что, когда человек страдает, когда он сталкивается с бедой, он становится лучше, он начинает думать какие-то такие, и проговаривать какие-то такие мысли, которые в другой ситуации просто к нему бы не пришли, у него начинает работать душа, и это просто огромное удовольствие, просто знакомиться, встречаться, быть рядом, и иметь возможность чуть-чуть помочь этим людям, особенно эти мамы, мамы больных детей, это вообще отдельная история, и все они говорят, вот никто не жалуется, никто не спрашивает, почему именно мне, они все говорят, что это для любви, что вот таким образом, мы не знаем, как это устроено, как это работает, энергетически, на каких-то тонких, я не знаю, там пылинках, снежинках, это просто умножает любовь в нашем мире, и помогает, мне кажется, умножаться не только им, просто всем, мы не понимаем, как это устроено, это какой-то такой тонкий, божественный замысел, вот, что Александр растрогал просто меня, а мы пошли по легендам, балета, а кстати, балет Эйфмана, по-моему, даже где-то на Ютубе можно его посмотреть, да, вот этот вот, который был поставлен в наше латвийское опере, он называется Гаяне, он есть в Ютубе, его можно посмотреть, да, это, мы были на гастролях в Большом театре, и они сняли это, и поэтому, мы сняли это, да, это счастливая ситуация, что он сохранился, и он, есть профессиональная телевизионная съемка, которую можно посмотреть, и это такая, ну, очень приятно, что наш латвийский балет, какой-то такой, до вершины до какой-то в этом смысле дотянулся, да, а еще, можно я скажу, да, это были гастроли в Большом театре, и так вот, билеты на этот спектакль, который называется Гаяне, покупали за несколько, то есть пытались купить с рук, за несколько остановок метро, то есть рассказывали мне, когда люди выходят, а вы не в Большой театре, у вас нет билетов, то есть на этот спектакль шли как на Спартак, если вы понимаете, Спартак был великолепный спектакль, кстати, когда у нас здесь был Хачатурян, он был на премьере и дирижировал спектаклем, да, это вообще отдельная история, которую можно рассказывать долго, и он говорил, друзья, да у вас же здесь надо ставить Спартак, у нас в Большом, мы не можем найти нормальных гладиаторов, у вас куда ни посмотришь, все мужчины гладиаторы, понимаете, в чем дело, он был в восторге, кстати, от нашего спектакля, то есть он имел в виду рост, да? Он имел в виду фактуру, не только рост, он говорит, что здесь вот просто мужчины, это мужчины, так что вот как-то так. А вот еще один спектакль, который тоже очень запомнился, поклонникам балета, это «Анюта», где у вас был дуэт со знаменитой балериной Максимовой, расскажите о ней, какое она на вас произвела впечатление? Ну, первый раз я столкнулся, когда поехал в Большой театр, в Большом театре внезапно заболели все исполнители той роли, которую я исполнился. Поэтому меня пригласили туда приехать и исполнить это. Ну, первая, значит, так сказать, как бы репетиция, я знаю, я не видел ее живьем, женщину, к сожалению, международной замечательной балериной, но я, в общем, имел представление, что она маленькая, хрупкая женщина, поэтому я снял все, что можно снять. Я был одет во все черное, и на мне не было ни одной лишней детали, то есть просто все в обтяжечку. Жду ее, и она заходит, открывается дверь, заходит тоже, вся в черном, и на ней тоже нет ничего лишнего. Я думаю, вот что-то самая нехорошая женщина. Ну, как не стыдно. И вот я смотрю на себя, огромные, здоровенные мужичище, и рядом, чуть ниже моего плеча стоит хрупкая, тонкая женщина. Ну, как мы будем танцевать? Такой вот Геракл вместе с такой девушкой. Но это такое первое впечатление было. Ну, а потом дальше мы начали репетировать, когда начинаешь работать, как бы, ну, все эти вот какие-то первые, так сказать, эмоции, они уходят, и начинаешь просто работать. Плюс ко всему, когда ты работаешь с легендой, а для меня Екатерина Сергеевна это легенда, конечно, о чем разговаривала? Это что-то, это высшее существо. То есть я так старался, я вот, ну, как у нас говорят, просто из штанов выпрыгивал для того, чтобы сделать все так, как нужно. Но не сложилось в Большом театре выступить с ней, поскольку, поскольку руководство сказало, что у нас в Большом театре не хватает своих танцовщиков, что мы из какой-то Риги, в общем, так понимаете, на эксиментность приглашаем. И не сложилось. Но вторая встреча произошла уже здесь, на нашей сцене. Здесь никто не возмущался. Но я, наверное, похвастаюсь. Можно иногда похвастаться немножко, правда? Потому что, когда ты хвалишь сам себя, это одни вещи. То есть это не очень хорошо и не очень красиво. Но когда тебе говорят другие хорошо, но, наверное, это приятно и как бы заслуженно. Так вот, когда мама Екатерины Сергеевны Максимова, она присутствовала на этом спектакле, ты после спектакля подошла ко мне и сказала, вот я видел в Большом театре, как она танцует, моя дочка. У нас очень хороший танцующий. Но я никогда не думала, что в небольшом режиссерском театре можно увидеть такой замечательный дуэт, как вы и моя дочь. Большое вам спасибо. Вот тут, понимаете, если можно было расставить, как сосульки, то я бы, наверное, расставил бы на солнце. Потому как, ну, высшей похвалы получить невозможно. И это вот, наверное, те самые минуты, про которые вы спрашивали. Есть ли вот что-то у артистов такое, когда вот, ну, действительно, когда ты весь вообще как приходишь в восторг такой огромный. Так вот это вот да. Понимаете? То есть, вот как-то так оценили. Вот, Александр, на этой ночи я еще добавлю, что мы поставили на сайте анонс, что вы сегодня будете нашим гостем на Фейсбуке. И пришли люди, которые написали очень много комментариев теплых в ваш адрес. Вот я озвучу. Виктория Стебакова. Наши поздравления такому замечательному премьеру и просто человеку с наступающим днем рождения. Гертруда Тихонова от вашей ученицы Анастасии Моисеевой и ее родных. Целое стихотворение там написала. Елена Густинович написала. «Самый лучший учитель». Нам приятно. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и днем рождения. И у вас есть еще одна минутка, чтобы пожелать нашим радиослушателям в Новом году что-то очень хорошего. Ой, уважаемые наши радиослушатели. Хочу пожелать вам в этом году чтобы вы не забывали что есть такое замечательное искусство балет. Водите на него детей. Идите сами. Слушайте эту прекрасную замечательную музыку. Она действительно поднимает. Она действительно в общем дает нам жить, дает веру, дает те самые эмоции которые поднимают нас от быта над всем что есть. Потому что это волшебство. И пусть это волшебство присутствует в вашей жизни. Я вас всех люблю. А я себя добавлю, что если вы думаете о новогодних подарках в этом году все магазины у нас закрыты. Сэкономится очень много средств. И если у вас вы думаете куда направить эти сэкономленные оставшиеся от нереализованных каких-то там подарочных идей деньги сайт mixnews.lv рубрика зеленая лампа помочь Николь и Ванессе комиссаровым двум маленьким девочкам которым нужна помощь. Всего вам доброго. Это была программа зеленая лампа провела ее я Ольга Авдевич и гостем у нас был артист балета Александр Румянцев. Спасибо, Александр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова